Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот Вы знаете, что нужно делать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Почему я дома появилась только сейчас? Я не знаю конечно будет это видно или не будет Думаю будет Вот у меня тут на ноге Вот под красивое такое тёмное пятнышко Не знаю видно на твиче или не видно Короче пятнище такое красивое Это я сегодня смыто цикла упала Напиши там например где написать скорее всего на твиче просто мне нужно добавить категорию и все нет ребята у нас сегодня было наверное плюс 15 или что-то около того я сегодня выехала покататься и было мне в принципе жарко до момента пока мы все не встали не начали разговаривать вот упала я прям моментал очкой то есть я вот такая на радостях что у нас сегодня прям светит солнце прям тепло и можно кататься я стартую сразу когда я выезжаю я уже на я уже на третьей передаче я уже мыслими там по горкам катаюсь и короче хотя в поворот меня заносит я лечу с мотоцикла наколенников меня не было поэтому у меня тут вмятина были у меня короче что-то-то-то-то-то-то-то-то короче у меня была защита получается черепаха я кстати сюда, приложилась, но я не почувствовала, потому что у меня была чпикаха, вот, что, прочесала красиво руками, но на руках у меня ничего не осталось, потому что я была в хороших перчатках, а что еще, ну ноги, я по-моему лизинцем одарилась, потому что у меня болит, скорее всего, привет, я поеду, и как, ну и обязательно злобой надо повернуться, да, короче, я красиво так полетела, у меня заболела колено, и потом я вечером пока переодевалась, пока там иду туда-сюда, чтобы поехать на другое место, там, короче, мне нужно было съездить в гости, я посмотрела, и у меня, короче, красивый такой синячара вылез, вот, ай-ай-ай, просто ай-ай-ай, и чё, и чё, и чё, и чё получается, я приехала с покатушек, собралась, уехала до тети, мы с ней поговорили, касаемо кошки, и всё, я вернулась домой, ну да, ну это будет отдельная история, коленку, потому что, короче, ребята, я катаюсь в других джинсах, и у меня там тоже порваны колени, но и под джинсы я надела свой фиолетовый костюм, и получается, когда я падала, коленка опять была причесана, потому что у меня не было, не вся защита была, я его как будто оставила, ну, в гараже, на парковке у себя, вот, и, короче, на колени тоже я решила не брать, я же такая, типа, я могу, я умею, и мод весь в грязи, и я вся в грязи, и вот надо было чисто просто сфотоприкировать себя, вот, потому что, короче, вот, я не знаю, если смотреть вот таким образом, как бы на человека, да, то получается, вот у тебя лицо, да, ну, так как ты в шлеме и без очков, то ты просто вот так вот делаешь, и, короче, всю грязь убираешь с лица, потом, вот тут у тебя экипировка, она вся грязная, все вот так вот, ноги у тебя все просто грязничие в холомину, потому что ты про часа нормально, а у нас, понимаете, вот у нас, несмотря на то, что тепло, у нас грязно, и в полях у нас тоже грязь, и она в смысле мокрая, как сегодня говорили, типа, у эндуристов есть три варианта грязи, грязь засохла, грязь мокрая, или, а, грязь замерзла, грязь засохла, просто грязь, вот сегодня была просто грязь, и, короче, я такая, привет, у меня еще вот тут болит, вот, когда мы приехали на мойку, короче, нас с одной мойкой даже выгнали, да, как, в смысле, камикады? не надо мне на стул сажать, ну, нет, в принципе, если меня посадить на стул, ага, то я, привет, все равно, ну, нет, я не ударюсь, но, этот... так, в смысле, он же на лед выехал, а я выехала в грязь, то есть, у нас тепло просто, вот, такая погода, как у вас стиралку, нахрена тебе стиралка, там лежат мои вещи постиранные, которые надо развесить, блин, а как сделать так, чтобы эта камера была вот такой же, как эта? какой здесь вариант поставить? вытащим их и потом, опа, что? короче, на юге грязь, ой, точнее, на юге такая погода, такая зима, что один раз некоторые люди ходят в футболках, где видео? на комменты не могу писать, ну, окей, ну, блин, честно, я не знаю, я просто над речом еще сидела, вчера очень долго, все, у меня обновилось, здесь вы увидите наших фалорий-биржа, взрослых и подписчиков, зачем я обновила, непонятно, сессия на нуле, зрители, делаю... кого забанила? да никого я не банила, я никого не банила на рече, и еще, пока что, просто я перезагрузила для чего-то твич, да, 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 так и будет, ребята, так и будет, в смысле на твиче, у меня не просто вот разговоры, общения там, я буду узнавать точно так же, кому что интересно смотреть, потому что, может быть, я буду какие-то игры проходить, у тебя твич сломался, кажется, может быть, вам не кажется, да, ну, походу, ноль вообще, у меня с твичом какие-то проблемы, я не могу сейчас данные никакие поменять, по сути, на твиче, а, если у всех лагает, тогда понятно, нет, сайт лежит, то есть вы хотите мне сказать, что сейчас нет смысла вести трансляцию в твиче, так? Если так, то давайте собирать приват. Я забыбалась. Бингл! Да, 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 я сегодня немножечко тупень, тупень, последние мозги отшиваю. Ну, помню, я же беру по синяку, наверное, должно быть понятно, что у меня мозгов вообще-то не много. Да, в смысле, у меня же тут не все дрочеры не надо. Есть Инстаграм? Да, Инстаграм есть. Короче, куда делись первые мозги? Так их и не было, ни первых, ни вторых. Как там, байк? Байк нормально, все хорошо. Мы вот, ааа, я же не рассказала, самое еще интересное. Я, когда упала, получается, эээ, я, по-моему, начала, меня заносит, я не хожу в поворот, я, короче, передним тормозом начинаю тормозить, эээ, я переборачиваюсь, я вылетаю, по-моему, через него. У меня, короче, ломается передний пластик, то есть он мне теперь без переднего пластика. Да, Твич опять лег. Все, я даже не, я даже просто его закрою, и пошли все нахрен. Ааа, так, 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 лицо в норме. Но, эээ, блин, инстаграм, я просто сейчас, по-моему, ничего не создавала, написала, типа, просто, гофтвич. Смотрите, короче, сейчас я просто напишу вам свой инстаграм в чате. Да. над новую фоточку, кстати, берите. Па-бам, па-бам, па-бам. Ух ты. Не, но у меня же я всегда, то есть я когда на мотоцикле выезжаю, у меня всегда шлем на башке. И обычно очки, но просто очки я в этот раз решила не надевать. Я почему-то подумала, что без них вот так нормально. Вот. И когда я упала, с меня слетели очки. В смысле, твич можно удалять. Он просто сейчас висит, и твич, как я понимала, периодически лагает, и всё. Правда, я не знаю, лагает он у всех или нет. Да тут не шлем нужно на колено, тут нужно просто в очередной выезд на коленики брать, на коленики, которые были у меня лежат, которые я не использую. Вот. Типа, а не у меня есть, и я такая, ну и как сойдёт. Вот. А нихрена так не сойдёт. Нужно, нужно, нужно. И ты такой, ну, я умею кататься. Мы сегодня, когда по грязи ехали, привет, привет, с одним из ребят, получается, когда у тебя пустая голова, в принципе, её можно называть башкой, потому что мозгов там называть чем угодно. короче, я всегда так выражаю тех, или выделяю людей, которые не думают серым веществом, то есть, почему нельзя подумать там своей тупой башкой, да, я всегда так говорю, и я не исключение, то есть, я точно так же про себя скажу, что нельзя было подумать своей тупой башкой, что нужно надеть на коленнике. Нет. О чём это я? А, мы, короче, поехали просто по лютой грязюке, вот, типа, колесо идёт, мотоцикл, и вот так вот ещё клубни, короче, грязи, и всё, и, типа, мы едем, меня тоже несёт периодически, ну, типа, ты дрифтишь на мотоцикле по этой грязюке, потому что, ну, как по маслу едет мотик. Что? И, получается, а, чё, чё получается, а, мы доехали, я такая вспоминаю, что была другая дорога на трек, и, я смотрю на себя, я смотрю на этого парня, который просто тоже такую ужасную грязь, и, и, короче, ещё рядом стоит ещё один индурист, и у него, короче, мотик чистый, он его там тряпочек протирает, и мы такие вдвоём, но я ещё, добавок к тому, что у меня мотоцикл просто, я не знаю, грязнющий, просто ужас, потому что я ехала стоя, так и я ещё вот так вот, просто с ног до головы, короче, грязюки, у меня кот с холодильника упал после этого, мягко, прости, пожалуйста, я не хотела пугать твоё животное, ну, по крайней мере, я нашла себе хоть какое-то, ну, блядь, не занятие, а вариант сидеть и стрию, ну, типа, ладно, с той стороны у меня не очень красивая, привет, привет, инсталляция, а вообще, по идее, так, у меня очень красивая инсталляция, да, ну, просто я такой, немножко присящный человек, вот, и пока мы с вами разговариваем, я буду фотку в инстаграм какую-нибудь добавлять и отвечать в телеграме людям, кто мне пишет, и вам отвечать. И пропитана тестостероном и красотой, не знаю, чем я пропитана, ну, например, речами точно, какое необычное ощущение, ну, ты, наверное, тоже по себе люди не судят. армию ну, фотку выставить. Таааак, тааак. Тааак, там-там-там-там-там-там-там, нет, наверное, мы возьмем фотки с фотосессией. Интересно, блин, вот, прокатит или не прокатит? Нет, мы молчим, ну, и хуй с вами. туда куда неприятно это куда ну не минут отражается она у меня отражается мой монитор но пока фоток не видно привет привет вот так как бы не понятно что там за фотографии я пойду ой да и манья у меня как ребенок я конечно не хочу быть я же мамкой но просто сегодня я потому и съебалась нет меня старый моник который был куплен за три пищи у какого-то пацана и впоследствии оказалось что у меня не работают кабели на 9 у самого монитора нет на VGA не работали короче я тут развлекаюсь ну сейчас я тогда спрячу чтобы не было видно что что-то там смог разглядеть на моем мониторе а нет конечно я поставила еще господи короче я буду сидеть как-то в любом шпионе какой ужас да просто у меня монитор еще как-то так-то делал интересно так касаемо ребенка вот я не хочу жаловаться но она правда как ребенок у нас сегодня с тетей был разговор что сегодня будет все теперь никто не посмотрит на него фотки не знаю если мы сегодня соберем на приват то давайте пойдем если мы соберем то мы не пойдем я буду голодать сидеть почему с парнем не живу потому что с одним я рассталась и все и типа с другим я попыталась повстречаться у нас ничего не получилось и я перестала вообще искать не соберешь пищение хорошо я перестала искать к тому же с учетом моей работы я понимаю что многие ребята воспринимают это как ну типа работаешь работаешь типа главное что ты не трахаешь на месте не показываю я к тому что в данный момент времени я не хочу потому что я не найду парня себе нормального в плане того что короче вот даже с тем типом с которым мы сейчас не общаемся ну он куда-то проебался и все я подела такую фишку что когда ему нужна была помощь я ее предложила и предлагала помощь не раз и да отсылка и собственно говоря так не надо было делать не совсем короче типа я постоянно пытаюсь помочь я постоянно пытаюсь взять я не из-за этого у меня нормальные отношения не получаются потому что я в отношениях начинаю короче занимать роль парня я начинаю все делать я начинаю там не знаю блять я это единственное что я розетки не чинила а мне нужно от этого избавиться девочка должна быть девочкой стриминговая платформа такая же как перископ да в натуре я не знаю но потому что блять ну в смысле мне научили клеить обои меня научили шкурить меня научили всякую другую хуйню клеить единственное что я провода не прокладывала и но розетки по моему показывали как вставлять я не помню уже она легко откручивая розетку может сначала нужно отключить щитке что-нибудь а я к тому что бывали такие моменты бетон мешать нет по моему бетон мешать не умею умею мешать клей видела как мешается самовыравнивающийся пол потом чё ещё чё ещё чё ещё с этим самовыравнивающимся мы еще наебались так что пиздец мне да нет мне это не надо просто ну типа когда у бывшего был ремонт естественно ну я делаю его тоже вместе с ним поэтому ну типа навыками я обладала хотя бы базовыми вот например там что-то поменять типа ну хуевну лампочки ну чё-нибудь там по типу гофры для раковины там туалета ванной это я все могу поменять почистить ламинат но я видела как его стелят я сама этого не делала поэтому наверное скажу что не умею я не умею красить губы зачем мне красить губы когда у меня просто верхняя губа это ниточка но она смотрится ребята но смотрится стрёмно мне помады никакие не идут нет я не 98 на год раньше плитку в ванной меняйте сами пожалуйста свою плитку я умею швы зачищать на плитке кстати говоря типа я ну у нас был момент вот когда плитку получается это положили и короче между ну типа на стыках вот этих там постоянно короче пыль всякая мелкая грязь попадала и мы сначала парились мучились подметали в металле а потом короче после у нас уже конкретно все заебало мы купили вот эту вот специальную хуйню я не помню как она просто называется я так ползали по получается по кухне идти далее прихожей и на бассейне на вот все аккуратненько да затирка будет спасибо нет я красила губы поэтому я знаю когда приват когда соберешь затирка да я красила губы но это было дело примерно наверное когда мне было лет 16-17 потому что но когда ты танцуешь в народном коллективе тебе нужно чтобы у тебя был яркий макияж чтобы судьи видели вашу улыбку и соответственно меня постоянно я расскажу чем меня тревожит не тревожит там и получается постоянно я хоть и не любила и частенько не красила но были моменты когда вот такой помадой вот тут было на губах да вот там там ты ползаешь не потому что ты бухой а потому что тебе нужно эту затирку везде в эти швы и нужно аккуратненько чтобы плитку короче нигде не оставить косяк на плитке чтобы ее потом не перетирать но короче это просто например касаемо там тоже затирки это базовая какая-то вещь но я к тому что например поменять я это делаю неоднократно я это делаю ни в одной квартире я и так глядь я ла пути решения ну во первых у меня простуда вывезла с плитки но просто понимаешь там фишка была в том что типа нужно делать сразу хорошо чтобы не перетирать я понимаю что там все равно она оставалась ему потом все равно где-то убирали но изначально получается так как я это делала с мамой бывшего то она мне показала как надо чтобы типа меньше оставалось на на самой плитке такой делаешь чтобы тебя естественно не поругали за это вот короче я сегодня к тете ездила ну вообще начнем с того что типа у меня с одной платежной системой идет небольшая сумма и она идет уже несколько дней мне нужно завтра послезавтра заплатить на коммуналку и блять я не знаю короче просто у кочка появилась прям совсем такой ну и момент и ты такой ебать чё происходит чё происходит типа деньги которые были на квартиру они ушли на нее я вот сейчас сижу такая понимая что 8 число и до конца месяца не так много времени ты такой ебать чё делать не знаю типа иной раз деньги нужны здесь и сейчас даже на других сайтах их сразу не получишь потом я с тетей была она сказала что типа проще и лучше наверное животное отдать а я вот не знаю отдавать ее или не отдавать поэтому типа я сижу в раздумьях типа блять что происходит как-то так поэтому я типа я щас думаю и все ну поэтому я спрятать вот так и плюс то что я сегодня покаталась на мотоцикле у меня куча эмоций я так счастлива что сегодня была такая хорошая погода а сама я не знаю я понимаю что мы начинаем с кошкой друг к другу привязываться но просто мне деда еще сказала такую вещь типа что если животные заболели вот один раз она будет болеть постоянно я вот не знаю готова ли я постоянно так жить но просто я надеюсь на то что я ее вот сейчас вылечу и все и она здоровая и мы там будем просто на какие-то прививки вакцинации ходить но потом же стерилизация потом что-то может быть еще я не знаю я всего этого боюсь она просто все так не вовремя потому что у меня идет нестабильный заработок и с одной стороны ты понимаешь что в принципе на себя бы ты-то заработал в любом варианте даже если бы там сумма вышла только за квартиру да ты понимал что типа ну ты не умрешь ты еще себе заработаешь какую-то копейку вот а тут живое существо если ей нужны лекарства то это типа вы не положь бабки а иной раз это просто негде взять и если бы я работала на другой работе вряд ли эта должность была бы типа охуеть какой огромной и там может быть 25 ну максимум тысяч выходило я бы не смогла ее сейчас полечить у меня просто не хватило на это средств поэтому я не знаю я не знаю что будет дальше я не знаю будет она болеть не будет она болеть вот это меня больше всего интересует вот я понимаю что ищут модели но просто понимаешь фишка в том что когда ты проебал все промо периоды и тебя никто не знает тебе нужно начинать работать так же как ты работал ранее тебе нужно набивать снова подписчиков большую то это еще щадячий блять график я надеюсь что типо это просто у меня там доводы, мысли, не знаю, просто я понимаю, что да, ну, правда, сейчас нет, потому что я ни на одном сайте сейчас не сижу. Короче, периодически, скажем так, периодически. Меня там, наверное, уже все забыли, я недели-две не появлялась на сайте, на котором я обычно работаю. Короче, когда ты херишь свои аккаунты, тебя все забывают, на тебя все забивают, и тебе нужно заново подниматься, потому что на те же самые паспортные данные зарегаться нельзя, то есть получить трафик нельзя. Где? Только стримы сейчас веду. Нет, ну, crazy cash меня нет, я не знаю, вообще, стоит ли туда идти, вообще, будет ли там какой-то выхлоп, как я понимаю, там не все зарабатывают, вот. Ну, я говорила про сайт, но я на нем долго уже не появлялась, то есть в данный момент времени, сначала, например, того же января, я веду трансляции только в Перископе, да и, в принципе, наверное, весь декабрь я вела трансляции только в Перископе, вот. По-моему, в последний раз я там в ноябре или в октябре деньги с этого сайта получила, и то небольшую сумму, и все, потому что, ну, я там практически не появляюсь, меня уже никто не помнит. Мне ты заходишь на сайт, и там, короче, с первой страницы сиськи-письки, то есть, типа, блядь, там нужно чем-то заинтересовывать. Не знаю, мы попробуем, ну, типа, блин, я все равно буду пробовать разные площадки, вот. Кто завис? Сейчас, и мне надо что-то выпить. Я прям завяжу. Ах! Впрочем, сайт, он по типу бонги. Я не хочу людей продавать, это подсудное дело. И, короче, был у меня такой момент, я как-то на том сайте, ну, не на бонги, на другом, на похожем, нормальным. Нет. Ну, посмотрим, давай, короче, посмотрим, я гляну, и все, раз что, это платформа, попробую, там, и все, и... Ну, вот, шатуры, кстати. Тематику у меня на сайте, на каком, на твиче, ну, не знаю, попиздеть, какие-то игры, наверное, постримить, почему нет? Ну, тоже общение и игры, стрим-игр. Короче, в эту сферу я попала несколько лет назад, вообще, в сферу, там, типа, в всей этой индустрии, и... Я начала зарабатывать бабосики, хорошие, причем бабосики, и все, и я понимаю, что там тоже достаточно тяжело работать, но, в общем, так же я понимаю, что за твою работу ты получаешь бабки. У меня есть телеграм. То есть, например, на любой другой работе, короче, давайте так начнем. Изначально я пошла работать с 18 лет, то есть я работала, например... А, я расскажу, нет, я слишком тупая, вот, реально, я слишком тупая для этого. Я тебе скину общат, телеграм, ты можешь мне в личку там написать. Короче, вообще, на самом деле, деньги я очень тупо инвестировала, вообще... Вообще, в хуйню, в утреннюю, просто в хуйню. Да, ходишь. И, получается, вообще, начально я работала на работе за 12 тысяч, то есть ты, там, с 7 утра до практически 10, там, иной раз в 12 ночи не машешь, ну, типа, 12 косарей получаешь. Скидывай на донат, и пойдем, но только ты хочешь один на один, или как? Вот, и тем более, типа, по зарплаты ты отдавал на всякую... На всякого рода, короче, недостачи. В какой-то момент, ну, меня, там, бывшего парня, это заебало, я уволилась. Я ушла на другую работу. Ну, зайди ко мне в Телеграм, скинь мне на донат, и пойдем. Короче, на вторую работу я ушла, я там получала где-то 21 тысячу плюс-минус, ну, там, 20-21. Конечно, я не заебывалась физически, но я была морально выжата, как лимон, а здесь никак, что? Да, это нет, это ясно. Я просто к тому, что, типа, чем-то нормальным. Те работы все были официальными, но тебя либо оебали физически, скажем так, либо тебя оебали морально, и в итоге заработную плату ты получал небольшую. Куда-то обучаться идти, естественно, у тебя нет денег, потому что, получается, образование все равно платное. Сейчас я напишу в чате. Короче, образование, естественно, платное, тебе, чтобы пойти обучаться, нужны деньги, а как их сэкономить, когда, блядь, элементарно 12-20 тысяч, и... Нет, физически это в смысле я коробки таскала, типа, а был у меня такой момент в начале, ну, в начале вообще моей рабочей карьеры, так скажем. Я работала на почте, мы таскали посылки, то есть, типа, я была оператором, вот, и, естественно, ты заебывался физически, потому что иной раз посылки весили по 200 килограмм. Хилла, ноль один. Я не верю в Бога, я не верю в ауру, мне плевать абсолютно на все это дело, я работаю там, где больше платят. Может быть, я найду, но у меня просто не хватает знаний работать на какой-то, ну, нормальной, престижной работе, так скажем. То есть, для этого нужны деньги на обучение. А где деньги взять? Карма есть? Я очень рада, что карма есть. Окей, хорошо, но только скажите, пожалуйста, работая на этой работе, я как-то порчу карму? Я кого-то убиваю, я кого-то граблю, я кого-то обманываю. Нет. Я написала телеграмму. Копи, охуенные вы, ребята. Я пыталась. Мы какое-то время копили, но потом эти бабки ушли. Нет, тут просто мне рассказывают о том, что, типа, копи там, то, что, пятое, десятое. Ну, блядь, было бы, конечно, хорошо. Я написала, вон он, Хила, 01. НЛП, это аура. Наверное. Спасибо. Господи, вот, повышились. Не, пожалуйста, напишите ему кто-нибудь, потому что, ну как, ебать, копить вместе с парнем богатым? Вот. Что бы изменило во внешности? Ну, есть у меня парочку таких моментов, которые бы я поменяла. Групповые приваты от 100. Так вот, он же проебался. Он, короче, получается, пару-тройку дней назад мне писал, типа, спокойной ночи, очень сильно скучаю. Я ему сегодня, короче, ну, я ему тогда не ответила. Вот. Потом сегодня я ему написала, типа, ну, групповой от 100. Я ему сегодня написала, как будешь на районе, типа, завези мне, пожалуйста, ну, если он внезапно будет здесь. Я сказала, что да, я хочу что-то поменять, но что именно, я пока говорить не буду. О, Твич заработал. Отлично. Просто приветствую. Да, в смысле, я смотрю на Твиче категорию именно вот общения. И на категории общения люди зарабатывают, они разговаривают просто потому, что, ну, то есть, многие спины, у них уже есть имя. Точно так же, например, как у меня здесь было имя и 24 тысячи подписчиков. Вот у них там точно так же, когда ты очень долго там стримишь, когда ты долго работаешь. Естественно, тебя люди узнают. И все. То есть, они точно так же, я смотрела многих стримиш, девочки сидят, общаются. Может быть, смотрят какие-то там телепередачи. Ну, если ты написал то, что я вижу, то зайди, посмотри. Ну, блядь, ни на одной платформе не легко. Точно так же и на бэбкаме там ты должен сидеть и работать, работать, чтобы тебя узнали, чтобы потом, грубо говоря, ты максимально упростил, себе работу. Я общаюсь в жизни с людьми, общаюсь. Да капец, капец, какой ужас. Ай, ну, если у меня нету ничего, то окей, вы мне так и скажите, я тогда твич удалю. Я не уверена, что в Санта-Барбару вообще люди будут смотреть. Приятного аппетита. ПОДПИШИСЬ! это есть подсnu, а потом. ПОДПИШИСЬ! 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 утро. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...